Мы в коем случае сейчас не собираемся даже цены поднимать в связи с тем, что на чем зарабатывать. На ажиотаже, на страхе людей мы не собираемся на этом зарабатывать. Тем более Казахстан же объявил, что он снабдит социально значимым товаром, то есть полноценным объемом. Поэтому мы так думаем, что все выкупить все равно, на всю жизнь не застрахуешься. Это у нас оптовый магазин, и там наценка совсем маленькая. В таких стандартных магазинах, да, поднялась продажа, но я бы не сказала, это скорее всего влияет больше, скорее всего, мартовские все-таки праздники. Наши поставщики стабильны, товар у нас в магазинах есть, на наших складах, на нашем распредцентре товар тоже есть в достаточном количестве. Цены наши поставщики не поднимают и не планируют поднимать. Поэтому ажиотаж, наверное, больше такой искусственный, честно говоря, не зная, с чем связаны. В целом, возможно, курс доллара за счет того, что повысился, может, люди подумали, что действительно грозит, опять-таки, повышение цены и на полках не будет товара. Но на самом деле этого ничего нету, могу всех уверить, на самом деле, что все будет стабильно, не надо паниковать, товар всегда будет и всегда будет о наших полках. Стабильно, так же, что обычно продавалось, просто немножко увеличено все. Как вы думаете, чем это связано? Без понятия. Ажиотаж какой-то по Казахстану идет. По Казахстану все, да, так ли? Ну, в соцсетях так реагирует. Бізде тауырлады жеткүзші мекемелер арасында келсімшат бар. Сол келсімшат бойынша мекемелер бағаларды көтерген жағдайда бізге 15 күн бұрын ескерт вайтады. Ал, казыргатанда азық түлік бағаларын кымбаттату жоспардар жоқ. Ажиотаж дейтінде болған жоқ. Енді, сіз сұрап тұрған сұйық сабындар қайтадан орын ауымыстырып толтырылды. Казыр қарасаңызларда болады. Жеткілікті таварлар Маркода қалыпты. Жеткілікті. Жеткілікті көлемде.